Яков Чермаков, москвич, купец первой гильдии, строил наш храм. Строительство началось в 1864 году. Храм и богодельня, где сейчас девятая школа, православная школа теперь, преподобная Сергия Радонежского. Значит, храм и богодельня строились четыре года. Для этого у нас на водохранилище было такое урочище, тетерки. Оно и сейчас в простонародье называется. И вот на этих тетерках было построено четыре муфельных печи, которые изготавляли кирпичи внутри всего нашего храма. Сейчас я вам загадаю загадку, которую мы загадываем детям. Как вы думаете, какое количество кирпичей пошло на строительство нашего храма и богодельня? Посмотрите, какие своды, какая красота. Отходите сюда. Какой толщины стен, да? Внизу под лампу. Потом его под лампу свести, это вообще там так здорово под лампу. Ну и как вы думаете? Ну примерно хотя бы миллион. Вот, побольше. Знаете, что по миллиону. Четыре миллиона кирпичей. Ну это, знаете, в архиве. Зафиксируется. Значит, храм строится. Строительство началось отец Флора Яковлевича, Яков Яковлевич Ермаков. Сам Флор и сын его еще, Андрей. Но за эти четыре года Андрей заболел. Его отправили на лечение, но все равно он заболел и умер. Его похоронили, ему было всего 17 лет. Похоронили под алтарем нашего храма. Значит, потом, опять за время строительства, у Флора Яковлевича умирает жена. Это очень, конечно, тяжелая утрата, потому что она помощница была такая во всем. Дальше уже храм построили, освящать богодельню. И умирает уже отец, Яков Яковлевич Ермаков. Его тоже похоронили под нашим храмом. Флор Яковлевич потом все-таки женился, потому что нужна была хозяйка, нужна была помощница. И взял он из Павлова Посада женщину, Екатерину, которая ему, правда, во всем помогала. Ну, что сказать. Очень красивый был иконостас. Четыре ряда. Но, сами знаете, время большевиков, храм хотели взорвать. Но тут рядом, повезло, что рядом частный сектор, частные дома. Вот, поэтому храм не взорванный. Ну, конечно, здесь было овощехранилище и капусту квасили. Тут и картошка была. И прям бабушка одна рассказывала, горы зерна. Вот они лежали на этом зерне, смотрели наверх. И там были какие-то росписи, они говорят. Но у нас ничего не сохранилось. Вот, посмотрите. Если обратить внимание, видно. Здесь вот кусочек видно. Здесь уже у нас идет, все потихоньку ремонтируется. А вот в таком состоянии был храм. Первая служба была у нас с 1 мая 1994 года. Потом, значит, служба была в подвале. Почему я хотела, Оля, в подвал? Потому что там такие своды. Там такие печи старинные сохранились. Вот такими большими дровами топились. И в храме было тепло очень. И в богодельне тоже было тепло. И потом уже, когда богодельню закрыли, и в школе у нас было тепло. Ну, сейчас не топит. Вот, что еще сказать? А, вот в 1994-м первая служба, в 1995-м нам отдали притвор. Вот этот. В притворе в 9-й школе у мальчишек были труды. Станки стояли разные. В общем, там ремонтик можно было быстренько так сделать. А уже, значит, в каком году приехал? 17 лет назад приехал отец Владимир. И вот, наверное, через год после этого пробили вот эту стену. И нам уже вот это отдали. Основной храм мы отдали. Правда, здесь было такое запущение. Ну, ничего, с Божьей помощью. Даже вот Павла и яснули. А то они были прям вот такой слой грязи. Посмотрите, какие они настоящие, вот эти кирпичи. Какие были. Ты даже стоешь, когда на ковенке, мне кажется, что они темные. Еще что? Ну, значит, с 1994-го по 2000-й, получается, где-то третий год, служил отец Сергий Дикий. Вы его видели? Нет. Этот батюшка сейчас служит в Москве, в Копте. А отец Владимир, как приехал, ему, конечно, тоже большая наркоска досталась. И теперь вот вы видите нашу красоту. Спасибо. А я вам хотела показать иконку необыкновенную. Вообще все иконки у нас, ни одной было не сохранено. Все иконочки у нас как-то приносят. То бабушка какая-то померла, привозят от нее, то прихожане принесут, то женщина из библиотеки пришла, вы их не возьмете, мы с удовольствием даем. И вот это иконка называется «Всех скорбящих радостей». Слышали про нее? Примерно знаете? Немножко. Немножко, да. Если приглядеться, она необыкновенная. Посмотрите, на ней прилеплены монетки. Это грошики еще дореволюционные. 1886-й год, 1890-й год. Все это сохранилось. Почему они прилеплены, знаете? Нет. В Санкт-Петербурге. Значит, доревали цветы храма в честь иконочки всех скорбящих радостей. Храм был деревянный, и однажды в городе была сильная-сильная гроза. Молния ударила прямо в храм, в тарелочку, где кладут монетки на восстановление храма. Тарелочка разбилась, монетки разлетелись и прилипли к иконке. Ну, часть монетки. Правда, храм сгорел, но потом там каменные построили. А иконка, слава Богу, всех радует. Так и написано. Нагиб одеяния, больных исцеления, печали, натешения, всем скорбящих радостей. Так что, если когда-нибудь жизнь что-то прижмет, придете, помолитесь, и Матерь Божия обязательно радость пошляет. Еще у нас необыкновенная комната. Три святителя. Великие святители Господни. Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. Внизу тоже звездочки. Видите, какие звездочки? Это частички их мощей. То есть это тоже очень-очень большая святительница. Иоанн Златоуст и Григорий Богослов.